Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем сезон пятый, введение в теодраму. В рамках проекта «Всё просто» – второй диалог. И называется он «Определяем свой темперамент». Так, у нас второй диалог нашего учебного года. И мы сейчас будем говорить о темпераменте. Попытаемся определить свой темперамент. Мы немножко вспомним то, о чём говорили на прошлом вебинаре. И потом пойдут картины. Много красивых, ярких картинок. Итак, немножко вспомним прошлый вебинар. На следующем слайде мы видим четыре наших главных учёных, которые занимались темперами. И вот мы будем опираться на вот эти исследования вот этих четырёх-трёх учёных. Врачи, философы, психологи. Что Гиппократ открыл, и мы идём за Гиппократом всё это время. Четыре типа темперамента. Флегматик, холерик, алхолик. Кант даёт уже философское обоснование вот этим четырём типам. Юнг даёт нам психологическое обоснование, психоаналитическое обоснование. И Айзинг всё это оформляет в виде теста. Тест от темперамента. То есть тест – один из методов определения темперамента. Он не самый главный. Но, во всяком случае, он самый популярный на сегодняшний день. Я к этому просил, чтобы каждый из нас прошёл этот тест. Я прохожу этот тест с 20 лет. С 20 по сегодняшний день я, опять же, несколько раз тоже проходил этот тест. В 20 лет я был меланхолик. Такой меланхолик по его тесту. Меланхолик с холерическим оттелком. А потом, по мере вот этого взросления, прошло буквально 50-55 лет, я заметил, что добавилось больше холерика. То есть я вот уже всё больше-больше холерик. Вот я когда спрашиваю, я говорю, я меланхолический холерик. То есть меланхолия есть. И в большинстве тоже многие себя почувствуют, что они не полярные типы, а тоже вот смешанные. Вот есть какая-то смесь. На следующем слайде мы видим, как уже пытались разные художники изобразить вот эти четыре темперамента. Темперамент прежде всего проявляется в эмоциях. Для холерика характерна такая возбуждённость. Он склонен к негодованию. Санглиник склонен к радости. Меланхолик к печали. Флегматик, он невозмутим, спокоен в самых трудных, сложных ситуациях. Но самый характерный рисунок, это на четвёртом слайде. На следующем слайде, где Биттруб, карикатурист, шаржист, очень хороший психолог, как в понимании психики человека, даёт нам вот полярные четыре типа темперамента. Видите, главная эмоция. Главная эмоция у холерика – гнев, у флегматика – невозмутимость, у меланхолика – печаль, горчение, а у санглиника – радость. Каждый может даже поставить на место вот этого человека, на который растеряется. Как бы мы реагировали? Важна всегда первая реакция. И здесь достаточно точное описание черт каждого темперамента. Каждый может определить в тестах Айзенка и в других тестах по определению темперамента. На каждую черту есть баллы. То есть идёт шкала. От одного до пяти баллов, от одного до десяти баллов и так далее. Вот в тестах при приёме на работу вот есть вот такие вот градации. Вам выдается такая анкетка, и вы отвечаете на вопросы. Наиболее популярны тематические тесты, то есть тесты с рисунками, образные. Они больше здесь улавливают психологию человека. Теперь следующие наши слайды. Четыре слайда мы увидим узнаваемых киногероев или литературных персонажей. Вот то, что хорошо нам известно, то, что вошло уже не только славянско-русскую цивилизацию, но многие цивилизации знают вот этого Д'Артаньяна, трёх мушкетёров. И вот психологи определяют, что Атос флегматик, Д'Артаньян холерик, Портос сангвиник, Арамис миланхолик. То есть вот как бы, чтобы увидеть, как Дюма, а после Дюма очень многие режиссёры, сценаристы давали уже своё видение вот этих темпераментов. В частности, советский фильм даётся вот узнаваемость вот этих наших трёх мушкетёров и Д'Артаньяна. Можно примерить каждому, вот как, а куда я ближе здесь уже. Вот здесь будут показаны мужские типы. Потом пойдут там женские типы, я скажу, где женские типы будут тоже. Они чуть-чуть отличаются, но в принципе сохраняют главные оттенки темперамента. Следующий слайд «Джентльмены удачи». Как вот «Джентльмены удачи», как она, вот эта четвёрка проявлена здесь. Сангвиник, наш доцент, превращается в холерика, когда он играет уже вот этого бандита. А в жизни он сангвиник. То есть он сангвинический холерик уже, так сказать, во втором варианте, где он бандит. А так он чистый сангвиник. Хмырь, хмырь, меланхолик. Кстати, Витцин традиционно играет вот роли, роли меланхолика. Это трус и так далее. Вот его, так сказать, такая... Если посмотрите все фильмы, вот он явный меланхолик. Он по жизни такой. Он по жизни меланхолик. Если Леонов сангвиник по жизни, то Витцин меланхолик. Крамеров — это холерик. Холерик во всех фильмах это холерик четкой. Но есть тоже такой сангвинический. Вот его очень... Такой момент, он общительный, веселый. Алибабаич вот этот... Это вот характерный флегматик. Флегматичный, спокойный. Теперь следующий слайд. Это Пушкин. Пушкин — герои поэмы Руслана Людмила. Руслан — флегматик. То есть Руслан — воин, спокойный, рассудительный, невозмутимый. Идет к цели четко, уверенно. И три его соперника. На руку и сердце Людмилы. Рогдай и холерик. Это воин, который постоянно в битвах. И там пишет, что прирастил, прирастил много земель для Русского царства. Ратмир — хазар. Это хазарий, хазарин. Беланхолик. Фарлав — это сангви. И оказался самым, самым таким, ну, скажем так, подным. Из таких уже, ну, как говорится, когда мы говорим, будем о характерах, там уже появляются отрицательные черты характера. Вот. Фарлав такой получился. Следующий слайд — это фильм, кинофильм по пьесе Грибоедова «Горе от ума». Вот где у нас Чацкий играет Виталий Соломин. Холерик. Вот здесь женская уже роль есть, женская роль. Делли Корниелко. Мы ее помним по фильму «Скандальное приключение в Брихмеле». Вот она здесь сангвиник. Вот Молчалин у нас Беланхолик здесь и Фамусов Лигматик. Вот четыре. То есть, если мы вспомним, вот скажем, любой фильм, там «Тихий дон», там «Анна Каренина», то есть, вы возьмете любой фильм, вы всегда увидите вот эту четверку. Она как бы необходима и достаточная, вот такое вот количество самых характерных типов личности. Теперь следующий слайд — это известная работа «Золотой теленок». Вот я где-то читал у некоторых литературоведов, что это работа Михаила Булгакова. То есть, Михаил Булгак «Золотой теленок». Вот. Я вот послушал объяснение, мне показалось, что она похожа. Но и в этом не это главное. Главное — вот четыре типа темперамента. «Холерик» — Шура Балаганов, вот «Козлевич» — флегматик, «Остап Бендер» — это сангвиник, вот чистый сангвиник. Вот Сергей Юрский четко показал там сангвиника. «Паниковский» — это вот «Меланхолик». «Корейка» — «Корейка» — «Меланхолик» с флегматическим вот таким как бы оттенком. То есть вот, пожалуйста, как здесь в фильме «12 стульев» и «Золотой теленок» показаны вот эти основные типы. Теперь мы переходим к историческим личным. Вот. Вот наши флегматики. Вот флегматики, которые, видите, проявляются в разных областях деятельности. Вот здесь есть и баснописец Крылов и главнокомандующий 1812 года Великой Отечественной войны Тузов и политические деятели. Вот Беркель, Путин. Актриса Байбера Страта. То есть вот, пожалуйста, как проявляется здесь уже в таких личностях, известных личностях, темперамент. Следующий у нас темперамент — это у нас сангвиники. Вот наши сангвиники. Берлин Ван Ро, узнаваемая всегда своим сангвиническим характером. Элвис Пресли. Вот Моцарт. То есть мы видим здесь и Герцена, ну и, конечно, Наполеон. Вот четкий сангвини, который мы сразу узнаваем по его поведению. Следующий слайд у нас — это у нас меланхолики. Гоголь, Чайковский, Мактуновский, Майкл Джексон. Вот по Лермонтову здесь в нем тоже вот психологи такие, которые занимаются характерологией, они говорят, что здесь все-таки есть очень большой, большая часть сангвини. Но если вот внимательно почитать его биографию, автобиографические его произведения, особенно герой нашего времени, здесь все-таки больше меланхолик. Это меланхолик все-таки. Хотя обладает колоссальным сангвиническим вот таким энтузиазмом, он общительный, то есть очень много сангвинического. Но все-таки здесь мы его относим к меланхолику. И последняя группа у нас, это у нас группа холериков. Вот наши холерики. Петр Первый, Суворов, Александр Сергеевич Пушкин. По Пушкину сразу скажу, что у Пушкина очень много меланхолического элемента. Вообще все поэты обладают вот этим сверхчувствительным, экстрасенсорным видением мира. Их чувства настолько утончены. Это сверхчувствительность. Но все-таки сильный характер, сильный боевой такой характер, вспыльчивость. Мы все-таки Пушкина относим здесь больше к холерику. Меделеев, вот, кстати, тоже Павлов холерик. Ну и известный Василий Иванович Чапаев. Тоже, вот, пожалуйста, характерный наш холерик. И теперь мы подводим как бы итог на следующем слайде. Мы выстраиваем всю нашу картину четырех темпераментов на добротных психофизиологических исследований. То есть наука психофизиологии на сегодняшний день настолько уже развита по сравнению с Гиппократом, времен Гиппократа, что мы уже можем четко определить темперамент личности, применяя уже инструменты психофизиологии. Прежде всего, это ось интроверсии, экстраверсия. То есть интроверсия это то, что внутри находится человек, это мир внутри человека, по канту это нравственный закон во мне, а экстраверсия это звездное небо надо мной, это трансценденция космоса, это объективность, объективность вселенной всей. Если интроверсия это субъективность, уход себя в собственный мир, замкнутость, то экстраверсия наоборот полностью находится вне, вовне. И ось эмоциональной стабильности. То есть ось эмоциональной стабильности для простых восприятия всегда значит, что должна быть голова всегда наверху. То есть дух всегда управляет инстинктами плоти. Дух всегда над телом. Вот тогда будет стабильность. А если теряется стабильность, то что Айзинг как бы уже обобщил? Он говорит, если вы опускаетесь ниже уже, вот, вот этой нормы, вот здесь норма. Потому что эмоциональная чувствительность меланхолика и холерика это норма. А вот уже то, что пойдет ниже уже, это уже невротизм. А если еще глубже идет, так сказать, неустойчивость, это психотизм. Это уже психушка. Невротик еще невротизм, он еще акцентуированная личность. Он еще на грани патологии и нормы. А вот уже психотизм, это уже все, это уже изоляция от общества, потому что опасно такое поведение в обществе, агрессивно. От маниакально-депрессивных психозов до шизофрении. Мы потом, когда будем разбирать характеры, мы покажем, какие здесь вот такие акцентации личности проявляться. Особенно мастер Маргарита очень характерный прием шизофрения. Там показано в ярких таких красках и патриот. Вот это тот же тест Айзенка. Мы тоже себя можем определить по тесту Айзенка. И вот почему я показывал эти картинки? Это тоже в виде такого своеобразного теста. То есть мы присматриваемся к этим картинкам, узнаем себя, как бы мы поступали в тех или иных ситуациях в жизни. То есть мы будем ориентироваться на вот эту базу. Это наша база. Здесь четко просто понятно, что такое темперамент, как мы его определяем, какие основные оси. А потом мы придем уже к нашей кубической модели, поймем, как выстраивать типологию личности, типологию наших ролей. И переходим на следующий слайд. Здесь уже будем все больше приближаться к нашей кубической модели. В частности игральные карты, на которых мы тоже с вами останавливали свое внимание. Пики, черви, крести, дамы, короли. То есть мы тоже увидим себя здесь в символике архетипов Юнга. ведь карта ничто, ну и как архетип. Эти символы, которые позволяют нам вот этот синтезировать образ архетипа, в виде простых символов. И на этих параметрах также выстраивается вот сейчас такая новая прикладная дисциплина соционик. Я попросил бы Святослава, чтобы Святослав здесь нам немножко показал специфику соционики, как она видит темпераменты. Пожалуйста, Святослав. Я палочку принимаю, но я бы хотел все-таки , чтобы мы здесь остановились и задавали вам вопросы. Пожалуйста. у меня вопрос на примере, кто-нибудь давать, давать, давать. Вы когда начали рассказывать о темпераментах, вы сказали, что со временем он у вас изменился. В то время, как из того, что я читал, я полагал, что темперамент это такая основа, которая не меняется со временем. То, что она может, что темперамент может быть не в чистом виде, там, однозначный гланхолик или сангвиник или еще кто-то. Это я по тестам даже по себе увидел. У меня по 30% там одного, второго, третьего, 10% еще чего-то. Я думаю, что все-таки темперамент не меняется или я неправильно услышал. Темперамент, вот то, что я вам говорил, как у меня сначала определение теста 20 лет. А я описываю темперамент свой даже начиная с 5 лет. Вот я себя помню с 5 лет. Какой был ребенок и вот как я реагировал на разные ситуации. То есть да, темперамент конечно врожденный. Вот это основа нашей высшей нервной деятельности. То есть это устойчивое свойство нервной системы, которое додум отродить. Это наши гены. Но с первых же минут жизни вот ребенок тут же начинает социализироваться. И с каждым годом все больше происходит социализация. То есть уже есть понимание, как вот эти свои сильные и слабые стороны своего темперамента. Да может быть обидчивость. У меня была просто страшная обидчивость с детства. Но я научился справляться с этим с этой проблемой. И вот если я постоянно провожу тренинги, фактически у меня 50 лет тренингов, это постоянного общения, то я уже из меланхолика уж точно здесь настолько стал таким экстравертом. Больше общался, я больше понимал людей. Мне это нравилось. Хотя я оставался интровертом. Я люблю одиночество, люблю раздумья, поэзию люблю, музыку люблю, вообще искусство люблю. То есть я все-таки меланхолик остался, но настолько добавилось воспитательной практики и общения с людьми экстраверсии, эмоциональной стабильности, я это почувствовал. То есть если можно сказать так, что темперамент он конечно не изменяется в плане врожденности, но воспитывается благодаря характеру, воспитывается скажем так оптимальность применения наших сильных сторон темперамента и купируются слабые стороны темперамента. Вот так бы я ответил. У кого-то вопросы еще есть? Да, у меня есть вопрос. Да? Да, не меняется ли, а вот не меняется ли, допустим, вот этот характер за день? Вот утром ты проснулся, да, ты сангвиник, такой радостный, все доволен, в обед ты холерик, возбужден, а уже вечером ты флегматик такой все успокойный, невозмутимый. характер он может за день тоже меняться, правильно? Я так думаю. Марина, не характер, а темперамент. Да, темперамент, да, вот этот темперамент, да, да, да. Мы будем говорить о характерах в следующем нашем вебинаре, а темперамент, вот уже ты сказала, вот это проявление темпераментов, проявление темпераментов, построенные навсегда на эмоциях, то есть основа темперамента, это вот эти эмоциональные врожденные наши, скажем так, структуры, архетипы, вот, это, как говорит ухтомский функциональный мозг, функциональный мозг. А вот еще можно как-то, да, говори, говори, а вот еще можно как-то, это еще постоянно надо работать над своими эмоциями, чтобы ты не тонул в этих эмоциях, знаете, потому что я, вот, как я поняла, что я холерик, да, и я, конечно, сразу же импульсивность такая у меня, да, я эмоциональная, и не остановить, и я чувствую, что я тону в этом, да, а вот хотелось бы, конечно, быть вот в такую минуту, да, флегматиком, такой невозмутимый, потому что вот именно когда ты конкретно что-то говоришь, только тогда ты можешь головой думать, а не эмоциями, в общем, я тону в этих эмоциях, и я бы не хотела тонуть в них, я чувствую, что я в них тону, и могу и погубить себя даже в этих вот эмоциях, да, 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 ты права. Здоровые эмоции, есть здоровые эмоции, которые действительно нужны, а вот есть нездоровые эмоции, да, я даже смотрела такую передачу, документальный фильм, я убила, вот эти тоже же эмоции, да, и они убивают вот из-за этих вот своих эмоций, что бегут впереди эмоций, их не думают о голове и совершают преступление. Вот, вот, Марин, смотри, да, ты очень здесь правильно подметила, что вот эта эмоциональная игра, вот, а вот люди, сангвиники, галерики, у них действительно очень такая большая игра эмоций. Да, я так думаю, что эмоции даже впереди меня родились, я что-то так думаю, что я потом. Нет, так и есть, так и есть. Эмоция рождается самая первая, то есть ребенок еще в утробе матери уже, еще не понимая, не соображая, уже реагирует эмоциями. Положительные эмоции, если я там ему все хорошо. Так. Или ножками бьет, если им плохо. Вот, то есть там же тоже идет уже этот, а при рождении уже четко ясно, выживу, не выживу, идет эмоция. Положительные эмоции или отрицательные эмоции. еще нет никакого соображения, никакого сознания. А уже эмоции уже четко сигналят, выживу, не выживу, выживу, не выживу. Он будет кричать, если объявить. Это активность, и это же тоже активность такая. Это активность, да, это активность. Но смотри, вот я просто рассказываю о том, вот как я, почему я к психологии пришел. Потому что у меня были проблемы, серьезные проблемы. Вот я с детства заметил, вот такая была эмоциональность чересчур. И вот я поэтому стал, увлекся психологией. Почему, почему я такой? И что сделать мне, чтобы не дать вот этим отрицательным эмоциям развиться? Я понимал, к чему они могут привести? Вот такая, если я не буду управлять эмоциями. И вот я потом по шагу учился, 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 и понял, что ты эмоции сделать можешь своим орудием, инструментом главным. Понимая эмоции, как управлять эмоциями, ты можешь, ты представляешь, какую ты получаешь колоссальную информацию. Научившись сам управлять эмоциями, ты можешь помочь другим людям, справиться со своими эмоциями. то есть это все управляемое, это все воспитуемое. так что время здесь... Вот именно в этот момент, когда человек такой возбудимый, импульсивный, его как вот останавливать, как его остановить, чтобы он охладился, немножко успокоился, и не пошел дальше за своими эмоциями? Мне здесь, мне здесь, Марина, помогает эмоциями, наш метод вот этого мышления будущего. Вот я все больше и больше учусь, вот как вот Сергей, как он работает, вот я сразу вижу, как применять этот эмо. Ты сразу должна видеть будущее, сразу четко понимать, что тебя сейчас вот этот может взорвать, что тебе может сейчас вывести себя. Это же все получается спонтанно. Спонтанно? Это же не вот запланированное, а вот именно спонтанно так. Ты спокойно, дышишь, нормально идешь, и вдруг вот, ну не вдруг, а такая ситуация появляется, и ты не можешь остановиться. Так потому что ты не сумела предусмотреть, ты не заглянула вперед, ты плохо спрогнозировала, как будут развиваться события, этому мы учимся. Вот чему мы учимся? Мы учимся мему. Вот этому методу, как упредить события. Когда событие произошло, эмоция пошла, конечно, ты ее остановишь, но ты можешь это событие предупредить. Ты можешь приготовиться к этому событию, быть вооруженной. Понимаешь, Марина? Да, то есть надо вести себя по-христиански так, да? По-христиански, конечно. Извините, простите. Ну, да, здравствуйте. Успокойся. Вот когда ты уступаешь, да, они говорят, то ты побеждаешь в этот момент. А у нас же получается, нет, надо, я выше, я, моя правда, это не ты, это моя, а здесь надо, вот, конечно, включать вот этот, вот такой, успокоиться, надо учиться, правда, правда, век живи, век учись. Правильно, все правильно. Будем учиться, идти дальше. Давай, будем учиться, точно, Марина. Еще вопросы есть? Вопросов нет? Ну, я тогда перейду к своей части. Евгений Андреевич попросил меня поговорить о темпераменте в плане соционики и в плане астрологии. В плане соционики, значит, в чистом виде, поскольку соционика работает с передачей информации, работает с потреблением этой информации, а темперамент является чисто физиологическим явлением, то они где-то пересекаются, потому что все мы люди, все мы человеки, но в чистом виде соционика темпераментами не занимаются. Отдельные соционики, вернее, не социологи, соционики пытаются привязать и темперамент к каким-то персонажам. Вы знаете, что в соционике вот есть 16 типов личности, здесь они на экране показаны, начиная с Дон Кихота и кончая вот Габена. Все они имеют свою специфику, все они имеют свои особенности и часто в силу того, что восприятие информации у них различное, они просто иногда не могут общаться друг с другом, они просто друг друга не слышат, потому что тип информации, которую они потребляют и понимают, отличается кардинально. Но все-таки вот кто-то пытается как-то эта система наладит. Ну и здесь показан один из вариантов такой системы, где показаны климатики, сангвиники, меланхолики и холерики. в основном вот первое и второе это так называемая схема или матрица А. То есть вот первое и второе положение этих значков оно и характеризует эту личность. Я не буду углубляться, потому что это надо расшифровывать каждый значочек и здесь нет такой задачи. А в плане темперамента, который является соционическим, этот темперамент он совершенно противоположен темпераменту, который тому понятию темпераменту, который вкладывает Павлов, Гиппократ и так далее. В соционике это скорее всего подразумевается под темпераментом базовая стратегия. Но и стратегия это не просто поведение, это общая рамка, которая включает и мышление, и поведение, которое конкретно свойственно каким-то людям. Если взять вот такое две диахотомии, диктомии, диахотомии, то есть две противоположности рациональность и рациональность интроверсия и экстраверсия и еще отложить их по оси и и еще добавить такой дополнительный проверочный признак как статика и динамика. То есть получается у нас четыре таких области и у нас первая область это рациональный экстраверт динамик. Но как рационал он имеет заданную цель, которая прямолинейно стремится и как экстраверт он находится наружу. То есть в определенный момент времени он имеет внешнюю цель и к ней он динамически двигается. Поскольку он экстраверт он за собой постоянно говорит об этой цели он за собой увлекает каких-то людей. Вот такой темперамент называется линейный напористый. Это похоже на движение поезда по рельсам. Причем один момент времени он имеет только одну цель и он к ней двигается. Рациональный интроверт статик. Такой темперамент имеет свою внутреннюю цель поскольку он интроверт и он к ней планомерно движется. Поскольку он не афиширует ее он сам двигается самостоятельно никого за собой не увлекая человек с таким темпераментом очень тщательно и последовательно стабильно планомерно достигает поставленных целей. Он работает как конвейер последовательно слаженно бесперебойно этот темперамент называется равновешенно стабильный. Такие люди вот можно в пример рыбаков взять они часами могут сидеть и ждать когда клюет рыба. То есть такому человеку можно доверить какое-то дело такое он усидчив надежен и постоянен. Следующий сектор у нас иррациональный экстраверт статик. Такому человеку противопоказана монотонность у него большое количество внешних целей он постоянно лавирует переключается между своими целями он их меняет переделывает переключает такой темперамент называется гибко разворотливый он хорошо себя чувствует в обстановке неопределенности в обстановке когда необходимо принимать решения по ходу дела из них хорошо получается антикризисные менеджеры сначала вяжутся в бой потом разбираются ну и последнее это иррациональный интерверт динамик как интерверт он живет внутри и там у него клубок хитросплетения разных целей желаний настроений человек с таким темпераментом сначала воспринимает окружающую действительность а потом адаптируется в ней он может занимать любую должность быть кем угодно но для него это вопрос цены которую он лично заплатит вопрос затрат своих внутренних ресурсов такой темперамент называется восприимчиво адаптивный среди людей такого темпераметра попадаются все профессии и все виды деятельности это значит что восприимчиво адаптивный нашел все ресурсы подстроился под имеющуюся ситуацию имея в работе таких сотрудников им можно давать различные далеко непоследовательные задания но при этом не забывать давать им хотя бы пять минут тишины для ухода в себя и восстановления сил ну вот здесь как бы под этими графиками нарисованная картинка такая ну это мкад или какая-то трасса на которой односторонние многополосные движения и просто для образности можно представить что линейно-напористный энергично и динамично придет в левом ряду подпирая впереди идущего моргает фарами разойдись я лечу тратят энергию и ведет за собой хвост самых быстрых равновешенно стабильный едет с постоянной скоростью ему не нравится резкие разгоны торможения если разогнался до разрешенной максимальной скорости то ровно ее придерживается если видят впереди затор какой-то или светофор или пешеходный переход начинает заранее тормозить плавно подъезжает к препятствию и останавливается если это необходимо а гибко разворотливый это товарищ который играет в шашки то есть для него машины как бы расставлены так как флажки на трассе у горнолыжника и он объезжает их то надавливая на газ то притормаживает постоянно крутит рулем перестраиваться в отличие от него линейно напористо при наезде на препятствие резко тормаживает или поворачивает углом на большой скорости а восприимчиво адаптивный едет ситуация без лишних энергозатрат но может если необходимо и разогнаться и также поиграть в шашечки ну и пару слов о том как они друг с другом могут взаимодействовать ну очевидно что линейно напористо и равновешно стабильны поскольку они имеют какую-то свою конкретную цель ну один будет за собой вести каких-то людей а другой будет делать это все молча может быть даже подчиняясь линейно напористому то есть у них будет взаимопонимание у гибкоразворотливого и восприимчиво адаптивного здесь уже проблемы ну поскольку здесь у одного у восприимчиво адаптивного куча набор целых целей различных а у гибкоразворотливый направлен в экстраверсию и тоже у него набор каких-то целей то они могут не совпадать и не совпадать кардинально линейно напористый поскольку он экстраверт и гибкоразворотливый ну они как-то могут найти общий язык за счет того что они находятся в одной экстраверсии то есть они кричат друг к другу они друг друга подталкивают но могут найти какое-то общее направление движения и таким образом построить свою деятельность равновешенно стабильные и восприимчиво адаптивные тоже скорее всего у них вообще не будут какие-то проблемы соционический темперамент он отличается от темперамента психофизиологического попал или посильного это немножко совсем другие вещи прежде чем я перейду к следующему слайду я хотел бы если у вас есть вопросы их услышать вопросов нет то есть или нет а вот что такое статичный темперамент вот я слышу в последнее время статичный темперамент вот что это такое если говорить о интроверсии иррациональность вот дают вот такую такой темперамент что ли я что-то не пойму ну динамика понятно что что это такое то есть динамично развивается событие динамично реагирует психика динамично совершаются какие-то действия статика это более такое еще глубже что ли находится не в таком движении оно находится уже нет такой необходимости куда-то бежать что-то делать где-то делается в спокойном таком темпе может быть вот так объяснить ну ладно хорошо линиеном опористом темперамент гибко развороченный темперамент уравновешенно стабильный темперамент восприятие вода вообще это конечно надо глубоко здесь нет такой задачи глубоко вникать в эти вещи во все здесь смысл заключается в том что надо понять что соционика и темперамент психофизиологический это вещи разных порядков соционика занимается информационным метаболизмом что это такое это пособы восприятия информации и передачи она узким аспектом таким занимается соционика она именно изучает как один человек передает информацию другому человеку или группе людей где у человека слабые стороны в этом плане где сильные каким образом можно скорректировать те недостатки которые у каких-то персонажей вот 16 типов есть у этих 16 типов есть слабые стороны есть сильные стороны каким образом можно что-то компенсировать и как лучше взаимодействовать то есть здесь задача была показать просто что темперамент соционический и темперамент психофизиологический это разные вещи не более а можно ли верить вообще эти соционики вот мне вот нравится я хочу сказать так верить наверное можно только в Бога во всем надо разбираться если говорить о психологии психологии и как бы вместе соционике психологии потому что в психологии есть как бы такие же направления как тем которые занимаются соционикой но психология занимается совсем не так психология а почему тогда соционик называет лженаука астрология тоже лженаука я тебе скажу почему называют слишком много людей которые используют соционику для наживы первое второе то что она как бы выбивается из психологии потому что она не совсем психология там и метаболизм информационный Кашпинского и Юнг там и Майерс Брикс в общем там намешано много такого что скажем в России ну не в России а в Советском Союзе воспринималось штыки ну кибернетика тоже воспринималось штыки там генетика тоже воспринималось штыки потом выяснилось что мы в этих областях отставали и догоняли с моей точки зрения с моей точки зрения тесты в соционике не работают об этом говорят и сами как бы те кто занимается соционикой специалисты здесь необходимо чтобы человека изучали конкретно а не по тестам тесты не работают они работают на процентов на 15 на 20 кстати все тесты наверное так работают там Евгений Андреевич наверное виднее то есть все-таки когда живой человек общается с живым человеком это более заметно значит и в соционике важны не внешний вид какие-то внешние проявления а именно способы это речь способы передачи информации речь мышление значит кто-то мыслит категориями времени кто-то категориями пространства кто-то мыслит категориями хорошо тепло плохо кто-то восторг испытывает от каких-то вещей это энергетика которая исходит от человека и передается другим людям то есть здесь есть моменты которые психология ну просто не учитывается ну и поскольку психология наука более так скажем древняя чем соционика как всякая древняя старуха она не пускает молодых на свое место держится за него и всех отгоняет ну с моей точки зрения так ясно спасибо идем дальше не знаю у нас еще вопросы есть идем дальше значит на этом слайде показано астрологическое так скажем соответствие знаков зодиака темпераментом людей ну здесь все те же самые наши персонажи флегматик холерик сангвиник меланхолик насколько это все верно можете выбрать свой знак выбрать тот темперамент которому вы по знаку соответствует и сказать насколько это верно мне кажется что именно в астрологии здесь наверное все это довольно таки условно но я могу ошибаться нет вот как раз вот как раз вот я тоже здесь подхожу к холерикам вот своим знаком потому что я овен да огонь и вот здесь подходит холерик да я в общем-то здесь соглашусь ну я по данному по данной картинке я флегматик должен быть но у меня холерик сангвиник и флегматик всего одного флакона по 30% а ты знаешь что самый сильный темперамент это вот как раз флегматик поэтому я думаю что это тебе тоже подходит не знаю не знаю Евгений Андреевич да да слушаю ну у вас как с астрологией ничего ну я с астрологией потом как-нибудь уже когда буду о характерах говорить вот немножко коснусь этой темы вот и сейчас все-таки уже по времени мы уже немножко задерживаем поэтому мне кажется что что мы потом подробнее подробнее остановимся на вот уже вот таких моментах связано связано с гороскопами вот с лунным календарем с солнечным календарем немножко попозже я заключительное слово тогда да и тогда у нас мы переходим на следующий слайд вот следующий слайд и здесь мы уже попытаемся показать нашу нашу динамику продвижения вот осмысление теодрамы то что такое теодрама простыми словами психодрама психодрама с привлечением высших сил если уж очень просто сказать психодраму мы немножко с вами поняли поиграли на наших прошлых вебинарах в четвертом сезоне а теперь вот мы пытаемся привлечь вот эти высшие силы то есть какие высшие силы вот то что то что вот астрология да вот пожалуйста четкая картинка как внешние силы внешние космические силы созвездия космические сезоны вот большие там там же по две тысячи лет вот сейчас мы в эпохе водолея находимся эпоха водолея две тысячи лет то есть как оно как оно влияет на вот пожалуйста вам влияние высших сил высших космических сил построено все учения на сферы на сфера как на сфера влияет на человека на конкретного человека на события его жизни и жизни всех цивилизаций то есть вот вот что сейчас мы подходим а темпераменты это был это тот же был так сказать нам посыл что такое темпераменты это мысли бога то есть это мысль о нас вот видите вот у каждого свой темперамент у каждого свой темперамент все люди разные и вот эти мысли бога вот видите они вот точечно вот каждому каждой сестре по Сергею мы все уникальны все неповторимы но пришли с каким-то замыслом вот и мы такие как есть, который нам дал Всевышний. У каждого своё понятие высшей силы, высшей разума. Мы говорим даже, что и атеист, астетистов, материалистов тоже есть своё понимание высших сил. Это дело очень индивидуальное. Здесь вот на наших вебинарах ни в коем случае мы здесь не подменяем вот эту духовную практику, духовные поиски. Каждый занимается этой сугубо личной, очень интимный процесс поиска вот этого своих высших сил. Здесь на вебинаре мы пытаемся просто показать, что мы от детской игры понимаем, что такое детская игра, как мы в неё играли. Мы поиграли в психодраму, игры взрослых людей, а теперь мы играем в игру взрослых людей с привлечением уже высших сил. Играем в теодраму, как раскрыть вот эти резервы. Что такое теодрама? Это и есть метод использования вот этих резервов, раскрытия наших резервов, резервов духовных, резервов сверхсознания. Вот что имеется в виду. На правой уже вот этой картиночке вверху мы видим нашу ракету духа, которая устремляется по экспоненциальной вот этой траектории. И ещё раз повторяю, к чему мы должны чётко привыкнуть, что вот эти все линии это всё следы, это траектории движения. Точка движется, даёт сразу линию. Вот если мы смотрим на линию, это всегда грань кубической реальности. За кубом идёт, значит, четвёртое измерение, связанное с хронотопом. А за хронотопом идёт пятое измерение. Мы должны понимать, что это постоянное движение к будущему. Это движение будущего, приближение будущего, угадывание будущего и построение будущего, лучшего, светлого. То есть вот этот образ постоянно мы должны видеть, понимать и так далее. Кубик Рубика – это не жёсткая, такая механическая закрытая система. Это следы движения вашей ракеты Духа. Диагональ – это всегда вот этот след несётся ваша ракета Духа, а все остальные вот эти отрезочки – это координаты в осях духовности, социальности и творческой деятельности. То есть это постоянно живое движение. А перед вами пульт управления. Пункт управления вашей ракеты Духа. Вы управляете. Вы управляете и темпераментом. Вы управляете своим характером. Вы управляете характерами других людей, ваших соратников, ваших коллег, партнёров, ваших клиентов. И это перед вами всегда матрица все единства. Она всегда перед вами матрица все единства. Здесь и холерики, вы видите. Здесь и сангвейники, здесь и соционики. Здесь все типы личности, здесь все типы ролей. Здесь все карты игральные, так сказать, всех видов. Здесь и Таро, и китайская книга перемен. Вот в этой простой матрице все единства, все едино. Все упрощает. Символы правят миром. Что такое символ? Символ – это то, что упрощает. А дьявол – это то, что усложняет. Символ синтезирует, упрощает, дает образ. Что дьявол делает? Усложняет, анатомирует, безобразничает. То есть чем больше мы понимаем символ, вот этот матрица все единства, тем больше мы упрощаем понимание жизни и приближение лучшего светлого будущего. А справа внизу – это развернутая матрица мышления. Матрица матричного экспоненциального мышления. Вот что мы видим, вот что мы постоянно его, как бы, понимаем, как оно работает и управляем своей ракетой духа, двигаясь к цели строя. Самое лучшее, самое справедливое, самое творческое, желаемое будущее. Спасибо за внимание. Да. Спасибо, очень интересно. И все-таки, я думаю, вы говорите, что влияние высших сил на судьбу человека, да, они влияют на нас. Но ведь, как говорится, все определено, предопределено. И человек против них бессилен, если все… И что же делать тогда против этих высших сил? Есть два философских таких мировоззрения. Это философия фатализма. Фатализм. Это люди-фаталисты. Они считают, что не нужно дергаться, все предопределено. Да. То есть все предопределено. И от человека ничего не зависит. А другая группа людей – это как раз, вот это и есть творцы, вот соработники Божьи, сотворцы в строительстве храма Божьего. Они считают, что человек – это образ и подобие Божие, который также может творить и создавать новые ценности, новые духовные, социальные, нравственные ценности. Создавать новый мир, новое справедливое, самое лучшее, самое красивое общество. Каждый человек – творец. Он свободен. Фаталист не свободен. Фаталист забит за свои клетки вот этого, своей, так сказать, вот этой фатальности, беспомощности влиять на судьбу свою. Это человек с жесткой, закрепленной судьбой. А мы же творцы, мы творцы будущего, мы строители нового будущего, мы строительство мема, мы свободные люди, Марина, здесь. Вот, ну, мы движемся вот этой своей ракетой духа, если мы посмотрим еще раз на картиночку, давайте, где наша ракета духа устремляется нашей цели, главным ценностям. Видишь, Марина, да? Мы в этой ракете несемся, устремляемся вот за эту точку Х, которая постоянно движется. То есть это постоянное движение. Но движение куда? В сторону вот этих наших ценностей, исходя из нашего мировоззрения, из нашей религии, нашей веры. Она у каждого своя, я понимаю. Это очень тема, потому что только человек может сам это разбираться, что у него, так сказать, что главная ценность его там маячит и угадывает своим сердцем, сердцем зрячим. Ну, значит, правильно ли считать, что люди, которые сейчас меня окружают, они не случайны в моей жизни? Они не случайны в том плане, что ты сама их избрала. Ты была свободна в этом выборе своем. Ты выбрала любимого человека. Ты родила любимых детей. Вот ты общаешься с любимыми своими коллегами в сети и встречаешься их лично с друг дружкой. Ты свободна и ты выбираешь сама. Ты творение и судьба Божья. Это не значит, что, так сказать, Бог тебя, так сказать, взял, заковал, так сказать, вот в эту фатальную, так сказать, ситуацию. Все, Марина, ты ничего не сделаешь. В шаг лево шаг право расстрел. Да. Ну, значит, получается, что вот именно все, что меня здесь окружает, это и есть вот эта вот вселенная. Да. Да. И то, что я вижу, и то, что я не вижу. Тоже эта вселенная. Скрытая и открытая часть. Ну да, есть мир видимый, а есть мир невидимый. То, что ты не видишь. Это невидимый мир, это духовный мир, он больше всех на нас и влияет, то, что мы не видим. Да. Но люди, которые все больше и больше продвигаются в своей святости, в экстрасенсорной чувствительности, сверхчувствительности, люди-пророки, люди-художники, поэты, они умеют вот это все невидимое ощущать, чувствовать. Это будет творяться. Значит, получается, Будда был прав, что он сидел вот под деревом, ничего он только желал всему миру, мир. И все, и около него собирались люди, приходили, и даже животные около него, и никто никого не хотел ни убить, а все были в таком спокойном, умиротворическом состоянии. Как бы вот так вот сделать, чтобы умиротворилась вся природа опять, и мы бы все стали бы с друг другом, как убить себе эго, и стали бы с друг другом дружить и общаться, как было это когда-то, там, 30-40 лет тому назад. Я бы очень это хотела. Да, да, Мария. Ну, я еще раз повторяю, что очень много разных религий, понимаешь? Мы уважаем все религии, и буддистскую, и конфуцианскую, и христианскую, и уидейскую. Мы уважаем все религии. Мы берем, может быть, даже, так сказать, что-то лучшее для, так сказать, вот нашей какой-то сейчас вот правды, для понимания вот этой как бы ситуации. В спокойном мире. Так все, все так взволнованно, все стоит на какой-то, держится на какой-то тонкой ниточке, прямо вот то и гляди, эта ниточка оборвется, и мы не знаем, куда полетим. Мы и так-то везде, если разобраться во Вселенной, мы и так-то летим. Постоянно мы куда-то летим. И еще наша планета крутится, вот, и мы ее еще разобраться. Да, 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 постоянное вот такое движение. Постоянное, да, вот именно говорят, что нет ничего в мире непостоянное, как непостоянство. Да, 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 вот в этом БМ как раз вот наш метод, да, метод управления вот этим полетом и ракетой духа в будущее. Вот как раз мы его так вот понимаем, осваиваем. Да. И все-таки правило, Соломон, что говорил, что и это пройдет, и это тоже пройдет. Будем надеяться, что и это тоже пройдет, и опять все успокоится в мире. Ну, конечно, надежда убирает последней. Все правильно, все правильно. Ой, ну спасибо. Так интересно, честное слово, так интересно все так. Здорово, Славя. Можно вопрос? Да, да, Сергей, да. Я слышу. А вот скажите, например, религии говорят, что можно с помощью, например, молитвы устанавливать связь с Богом, с высшим разумом. А вот с помощью теодрамы каким образом мы устанавливаем вот эту связь с высшим разумом? То есть какой механизм? И есть ли он? Дело в том, что здесь как раз очень тонкая грань между священством, то есть когда работает священник. Вот тот же, как работал Серафим Саровский со своей пастрой, или Сергий Радонежский. Догие пророки, действительно от Бога данные вот таким даром священства, молитвы такой, совместные молитвы дают резервы, резервы открывают каждой личности. Отсюда вот такая тяга к религии. Говорят, свобода совести. Почему свобода совести? Потому что человек тянется вот к этому источнику совести. Он хочет получить вот эту божественную весть. Вот. И с ней соработничать, совеститься, совместная весть. Вот это делает священник. Психолог, проводя психодраму, он уважает все духовные поиски своих участников. Каждый сам ищет. И нельзя мешать любому человеку быть в этом духовном поиске, искать. Что психолог делает? Психолог делает вот этот мозговой штурм, где каждый с разными духовными вот этими оттенками своей религиозности, тем не менее, рождает синергию. То есть приумножает усилия каждого человека. Каждый человек без синергии, он очень маленькая величина. Но когда вместе, когда наступает синергия, когда наступает сработанность со творчеством, понимание друг друга с полуслова, с полузгляда, вот тогда сильная команда, вот тогда вот эта команда превращается в удивительный психоядерный реактор. Это не просто реактор, это магический духовный кристалл, который видит будущее. Вот этот кристалл вот этой нашей четверки, он начинает видеть будущее, когда она совместима сработана, находится в резонансе и устремляется к единой общей цели. Мы хотим понять, понять вот эту тайну мироздания. Куда же несется наша ракета духа? Что творится сегодня на Земле? Смотрите, это же действительно какая-то даже драма, а это трагедия уже и последний по-моему акт трагедии. Так вот как здесь найти все-таки пути, ведь у нас 8 миллиардов человек и уж как минимум не одна сотня пророков от Бога данных. так так как раз вот то, что может явить собой вот такая драма, где вот эти 100 пророков, которые представляют основную вот эту четверку цивилизаций, вот показанных на наших этих слайдах, вот они должны сесть за стол переговоров как раз и договориться, или мы убьем сейчас планету и мы исчезнем все, или мы все-таки попытаемся четвером договориться, найти синтез в этих наших тезисах и антитезисах, как сохранить все-таки планету. И вот как раз задача вот как раз наших вебинаров с тем, чтобы в хороших людях, которые нас слушают, возбудить вот эти интуиции, что только так можно сесть со стол переговоров и вот в такой теодраме найти единственный правильный путь развития, сохранения жизни на планете. Потому что другой путь вот это дьявол, то, что мы говорим, разделяй, анатомируй и безобразничай. Другого пути здесь нет. То есть теодрама как раз и есть способ вот этого психодраматического мозгового штурма своеобразной детской игре вот найти как раз вот этот главный посыл. посыл к кому? Вот этим ста пророкам, вот этим всем тайным психорежиссерам, психосценалистам, которые пишут сегодня сценарии, руководят вот этим теодраматическим мировым театром. Вот, мне кажется, какая сверхзадача наших вебинаров. спасибо, Евгений Андреевич, да. Ну, правильно, потому что самое ценное на земле это жизнь. Никто не имеет права на уничтожение людей. И поэтому я желаю вам всем духовного процветания. Спасибо. Спасибо. Хорошо, давайте будем завершать. я напоминаю, что наши контакты мои и Евгений Андреевич вот здесь на слайде отображены. Если есть какие-то вопросы, какие-то пожелания, вы можете всегда нам написать. А следующий наш диалог, диалог третий, характер, стержень личности. Состоится он 2 декабря этого года в 11.00. Всего всем доброго, спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.